Привет, просветители! Вы не представляете, как я рад сегодня приветствовать вас на этом канале. Серьезно. Если вы не подписаны на мой телеграм, осуждаю, то вполне возможно вы не знаете, что в ночь на 1 сентября. Символичненько, правда? Мой канал был взломан, на нем запустили трансляцию с Илоном Маском, «Как тебе такое?» Павел Остапов. Все ролики были удалены, а потом за ними последовал и мой канал. Пять лет работы. Павел, ну что вы так переживаете? Другой создадите. Или в школу вернетесь. О том, как это произошло, спойлер, но идея. А, я же немецкий учу. Кайнеди. И как самое главное мне удалось вернуть канал, расскажу в этом видео. Начнем с минутки конспирологии. Конспирология со стоповым. Никогда не считал, что весь мир крутится вокруг меня, я большая шишка, все меня там знают и следят за каждым шагом. Нет, ничего подобного. Но взлом канала действительно произошел в максимально странное время. 1 сентября. Судите сами. В самом конце августа я два дня подряд оказываюсь на российском ТВ. Вот она популярность. Скажем спасибо Сергею Кравцову с командой за неистекаемый источник контента. 31 августа появляется новость. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне накануне Дня Знаний зафиксировала распространение деструктивных материалов для школьников. А меня, кстати, не только школьники смотрят. Ясельная группа иногда тоже подтягивается. Павел, вы такой юморист. Боже, боже, продолжайте. К 1 сентября иноагентами разработаны методички для учеников и учителей, направленные на дискредитацию проекта «Разговоры о важном». Я искренне считаю, что никто лучше авторов влажных разговоров с дискредитацией этого проекта не справится. Я, конечно, не иноагент и методички не разрабатываю, но на «Разговорах о важном» давно уже Кравцова съел. Их цель – привить детям ложные представления о таких понятиях, как патриотизм и любовь к родине. Внедрить в сознание ребят искаженные факты истории страны. В частности, предпринимается попытка вызвать у школьников негативное отношение к новым учебникам по истории, которые сейчас поступают в школы. Не знаю, что там за ложные представления о патриотизме. Включить критическое мышление не просто орать «Мы лучше всех», но, возможно, мой ролик о новом учебнике истории тоже добавил капельку негатива в общий котел. Ну а дальше авторы этого заявления говорят, как важно взять под контроль, принять меры, наказать. И я такой «Гы-гы», практически про меня говорят. Интересно, что со мной сделают? Я не знаю, кто меня за язык тянул. Прошло всего пару часов, и меры были приняты. Лайк за оперативность. Внимание! Я не считаю, что Сергей Кравцов так на меня обиделся. Все мы понимаем, что он смотрит каждый мой ролик и давным-давно подписан на канал. Главный фанат. Что аж решил мне все видео удалить. Конечно же нет. Просто когда блог с моей тематикой взламывают за 10 минут до 1 сентября, начинаешь задумываться о всякой чертовщине. Министерстве просвещения. 2350. Я решаю покачать прессы, и чтобы скучно не было. Ни мне, ни прессу. Включаю видосик на ютубе для фона. Не успеваю еще ни на что кликнуть. Мой любимый покемон слоупок. Вы и дальше поймете почему. Как у меня выскакивает оповещение, пароль от вашего гугл аккаунта изменен. What the... И прежде чем я успел что-либо сделать, меня выкидывает из моего аккаунта. И в этот момент мне уже все стало ясно. Проклятие Кравцова. Я тут же судорожно пытаюсь зайти на почту, которой привязан канал. Пароль изменен. Восстановить пароль. Ну и чтобы вы понимали, я может быть и в гуманитарии, но на войс не особо рассчитываю. У меня номер телефона был привязан, дополнительная почта указана. Неплохо для мальчика из поселка городского типа. Вот только одна малюсенькая проблема. Мне гугл не предлагает ни номер телефона, ни адрес почты вводить. Используйте ключ. Какой нафиг ключ? Ну очевидно тот, который сделали воры. Мдаааа. Тут же пишу своему менеджеру. Мы безработные. Ну возможно я использовал немного другие выражения. И в телеге сообщаю, что меня взломали. С днем знаний. Потому что я отлично понимал, что сейчас на канале явно начнется какая-то движуха. А значит мне нужно обезопасить и вас. Да, вот такой вот я хороший и заботливый. Хотите скинуться на пирожок? Переходите по ссылке в описании на мою страничку Бусти. Вот кстати именно товарищи, которые чаще всего меня пирожками поддерживают. Дальше обращаюсь в свою партнерку. Меня взломали. А вы пароль пытались восстановить? Ну, как вам сказать? Да. Вот вам ссылка. На ту страницу, на которой я кстати сейчас и нахожусь. Эм, я все это делал. Читайте внимательно. Там есть пункт, если вы потеряли доступ к почте. Я его естественно читал, но решаю еще раз перечитать. Пожалуйста, попытайтесь ответить максимально подробно на максимальное количество вопросов. Каких вопросов? Пока они только у меня возникли. Выполняю все еще раз. Введите пароль. Пароль неверный. Воспользуйтесь ключом. У меня нет ключа. К сожалению, мы не можем быть уверены, что эта почта принадлежит вам. Слишком много неудачных попыток. Пожалуйста, попытайтесь через несколько часов. Внимание, знатоки. Где здесь вопросы? Ребята, давайте поможем Паше найти вопросы, на которые нужно было отвечать максимально подробно. Без Даши-путешественницы и двух литров санкционной газировки тут точно не обойтись. А в это время на моем канале уже нет видео. Блог переименован. И запущен стрим. Ссыланным, блин, маском. И онлайн. 22 тысячи ботов. И что делать? Описываю ситуацию еще раз даме из партнерки. Хорошо, ожидайте ответ от команды. Написали мне в 12.25 ночи. Окей, команда работает. Круто. Ответ от команды я ждал до 12.28 дня. Я всегда думал, что главный плюс партнерской программы помощь в подобных ситуациях. У тебя украли видео, влепили незаслуженный страйк, канал увели. И ты оказываешься не один на один с этой проблемой, в моем случае весьма большой. Ну, знаете, такой проблемой на 450 тысяч подписчиков. А рядом с тобой знающие люди, у которых как минимум есть связь с той же самой поддержкой Ютуба. Но не зря же они 20% от дохода блогера забирают. Вот и здесь целая команда с моим случаем разбирается. Думал я. И вот в 12 дня я решаю уточнить, а что там с командой происходит. Команда молодости нашей, команда без которой мне не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда без которой мне не жить. Простите. И тут оказывается, что эта команда Ютуба должна со мной связаться. А эти товарищи ничего не делают. Я думаю, вы можете представить мое удивление. Скажем так. Вам надо самостоятельно с техподдержкой Ютуба связаться. А вы тогда на что? И мне дают три адреса электронной почты. Первый и второй больше не работают. Бла-бла, к сожалению, этот адрес теперь не предназначен. Но третья не такая. Там все чики-бабони. Если на твоем канале подключена монетизация. И вот тут мы переходим к главному моменту, который просто взорвал мне мозг. Когда ты пытаешься восстановить доступ к каналу, и у тебя это не получается, Google предлагает тебе связаться со службой поддержки через чат. Звучит круто. Только вот кнопку чата ты увидишь исключительно, если твой канал подключен к монетизации. А как вы понимаете, мой канал мне уже к тому моменту не принадлежал. И я писал от другого имени. Ну, как писал? Мне писать было некуда. Я больше не блогер. С чатом. Та же ситуация с электронными письмами. Чтобы поговорить с человеком, а не ботом, ты должен писать с основного аккаунта. А в ситуации, когда его у тебя украли, это сделать достаточно проблематично. У меня создалось впечатление, что злоумышленникам было бы проще получить помощь от Google, чем мне. Ну, у них-то теперь канал с монетизацией. Сообщаю обо всем партнерке. Вам пришел автоответ. Подождите, техподдержка еще может с вами связаться. Спасибо за огонек надежды. Пять лет еженедельно выпускаешь ролики. Вкладываешь всего себя в эту работу. И с вами могут связаться. А могут и не связаться. В общем, если бы я воспользовался этим мурашкиным советиком, вы бы сейчас меня здесь не смотрели. В это же время мой менеджер пытается достучаться до Ютуба через Твиттер. Не достучались. Я создаю тему на официальном форуме Ютуба. И, аллилуйя, через несколько часов мне отвечает модератор. Дай бог тебе здоровья, милый человек. Он дает ссылку на официальную форму, которую нужно заполнить, чтобы попытаться вернуть канал. Кстати, к этому моменту блог уже был часов как 12 удален. И, думаю, это ваша заслуга. Подписчики тут же начали кидать жалобы на стрим, и Ютуб достаточно быстро отреагировал. Хоть какое-то облегчение. Но вернемся к моей заявке. Там было вопросов 20. От даты создания моего аккаунта до темы последнего видео. В общем, я должен был доказать, что знаю все о своем канале. Похоже, у меня это получилось. И буквально через 20 минут мне приходит ответ. Да, вас действительно взломали. Да ладно? Мы заблокировали вашу почту. Вот два способа вернуть ее. Лед наконец-то тронулся. Это уже давно. Кстати, вся переписка проходила на английском языке, поэтому изучайте иностранные языки на досуге. Пожалуйста, ответь на как можно большее количество вопросов. No problem. Я готов всю ночь отвечать. Главное, канал верните. Введите пароль. Используйте ключ. Вот и все вопросы. Мне до сих пор интересно. На какие вопросы я должен был отвечать? Потому что что эти товарищи? Что в официальной справке? Везде написано. Пожалуйста, подробно отвечайте на вопросы. Но мне не задавали никаких вопросов. Я рад ответить. Пожалуйста, возьмите у меня интервью. Я на все отвечу. Ключ. Пароль. Но когда я перешел по второй ссылке, у меня наконец-то спросили адрес резервной почты. Я его подтвердил. Система сказала, молодец. Но этого все еще мало. Само собой. Описал все это товарищам из гугла. И через полчаса они дали мне ссылку. Ура! Которая пришла на мою вторую почту. И которая позволила мне сбросить пароль с первой. Лед тронулся. Снова. Я поменял пароль. Опять добавил телефон. Вторую почту. Правда у меня все это изначально было. И кстати, ни по каким странным ссылкам я не переходил. Ну это так. Наверняка будут вопросы. И вот через 6 часов мне приходит еще одно письмо от службы поддержки. Ваш канал. Ваш. Видите? Все было очень просто. Надо было просто ответы от команды дождаться. Они кстати до сих пор не ответили. Безусловно это было самое нервное первое сентября в моей жизни. А я с 5МБ работал. Потерять буквально по щелчку пальцев все, над чем ты трудился несколько лет, вообще не весело. И тут конечно же хочется выразить огромную благодарность подписчикам моего телеграма, которые все это время пытались меня морально поддержать. Я получил сотни комментариев и безумно это ценю. Но конечно были и те, кто прям как-то очень сильно радовался, что я снова пойду работать в обычную российскую школу. Если считать каждое занятие, на которое тратится куча времени работой, мы так далеко уйдем. Ничего. Сейчас Павел вспомнит, что у него есть высшее образование и профессия. Вернется домой, займется воспитательной работой со школьниками. Вообще, когда начинается вот эта песня Бурлака, блог это не работа, у меня всегда возникает вопрос. А что же вы сами не попробуете, если все так легко? По-моему сейчас даже первоклассник знает, что ведение популярного ютуб канала весьма выгодное дело. И если вы уверены, что это даже профессией считать нельзя. Налоги, которые платят крупные блогеры, конечно сейчас приветик передают. То что деньжат-то не подзаработать? И одно дело, когда условный Вася Уточкин работает продавцом мороженого и утверждает, что блогерам пора на завод. Но когда люди буквально сидят в твоих соцсетях и потребляют то, что ты создаешь. Внимание, телеграм не ютуб, рекомендаций нет. Человек не случайно ко мне попал, он целенаправленно подписался. И при этом не могут скрыть радости, что у тебя все плохо и что ты наконец-то перестанешь вот этим заниматься. Но это как-то странно, на мой взгляд. В принципе радоваться, когда кому-то плохо, такое себе. Но опять же, что я понимаю в этой жизни? У меня вон аккаунт украли. Естественно были комментаторы, которые пытались вывести меня на чистую воду. Продажа канала, сдал в аренду. Решил хайпануть. Ну и просто шедевр литературного творчества. Вы главное, нить повествования не потеряйте. Мне заплатил Яндекс, чтобы я передал свой канал хакерам. И после этого отправился на Яндекс Дзен, где бы создал новый блог. В котором бы рассказал, что вот на ютубе все плохо и очень небезопасно. А вот на российских площадках зашибись и очень-очень защищено все. Как вам многоходовочка? Особенно с моей политической позицией и тем контентом, который я снимаю. Мне только на Яндекс Дзен. Еще, наверное, во Вконтакте неплохо попытаться развиться. Напишите, как прошел ваш первый день осени. Я искренне надеюсь, что лучше, чем у меня. В общем, вот такие пироги. Ссылка на Яндекс Дзен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!